Шах мы говорим тогда, когда одна из фигур нападает на короля соперника. Шах – угроза королю, от которой надо срочно защищаться. Давайте рассмотрим несколько примеров. В этой позиции белый слон может объявить шах черному королю. После хода слон f6 белый слон нападает на короля черных, и мы говорим, что объявлен шах. По правилам, королю нельзя оставаться под шахом. В следующем видео мы обсудим три способа защиты от шаха. В этой позиции черная ладья может объявить шах белому королю. После хода ладья d1 белый король под шахом и должен немедленно защищаться. Мы помним, что пешки ходят прямо, но бьют по диагонали, поэтому в этой позиции черные атакуют белого коня. Но ход белых, и белые могут не просто увести коня из-под боя, но и объявить шах черному королю. Подумайте, каким образом. Если вы нашли ход конь g6, можно вас поздравить. Еще один вопрос. Как обозначается шах в шахматной нотации? Чтобы обозначить шах, после записи хода мы прибавляем знак плюс. В данном случае мы напишем конь g6 плюс, то есть значит шах. А сейчас ваш черед – пошаховать короля соперника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!